Возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к преддверию нашей надежды до воцариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертило десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя Крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше Духа Твоего Святого. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести Его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь. Возлюбленная Богом церковь, мир вам от Бога да умножится. Я прочитаю место священного писания, Амос 5, 24. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Слово, которое было сказано нашим пастырем, когда это слово Иисус, Христос назвал реки воды живой. И пастырь наш открыл нам значение этого слова, и мы сегодня вспомним его. Это царская весть, которая звучит сегодня для царей и священников, которые готовы приготовить себя к этой желанной, долгожданной встрече. И невеста, она приготовила себя для того, чтобы быть облеченной в этот вес, он чистый и светлый. который дан ей был после того, когда она приготовила себя. И мы слушаем эту тему проповедей, которые как никогда утешают нас. Потому что, как пастырь сказал, прослушав он почти... То есть мы сейчас слушаем эту тему проповедей, угодить Богу, и как никогда там идет утешение, потому что мы видим, что у нас это все есть. Есть и мы самые счастливые люди на земле. Поэтому это короткое повеление, короткий приказ, который был обращен Богом к своему народу, к Сиону. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. И задается вопрос, может ли справедливый суд Божий быть реками воды живой? Может ли быть он жизнью? На самом деле оно предназначено в первую очередь нести жизнь и охранять жизнь. И только там, где будет посягательство на эту жизнь, то этот суд будет защищать эту жизнь. «Сильный» — это полноводный, постоянный, неиссякаемый, твердый, стойкий, крепкий. А слово «пусть» — оно используется так же, это как творческий глагол «да будет». Бог его использует, когда он что-то начинает творить. В Писании частица «пусть», исходящая из уст Божиих и обращенная в действие любого глагола в приказ, произносится Богом, когда он начинает что-либо творить. В данном случае повеление «пусть течет» относится к течению сильного потока правосудия, которым предназначено являться пред Богом наше исповедание. Как написано у пророка Езекииля, «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма на южную сторону жертвенника. Вот этот поток и является правосудием, и цель этого потока была – исцелить все, куда он войдет. Это та река воды жизни, чистая, как кристалл, которая исходит от престола Бога и Агнца. Этот престол устроен в нашем чистом сердце, очищенном от мертвых дел, в котором мы были разрушены до того, как был воздвигнут там престол. Мы разрушили все твердыни зла, все ложные твердыни спасения, и устроили там престол Бога. И цель этого престола начал течь этот поток. Поток, который – это наше исповедание, которое будет нести жизнь, в первую очередь нам, а также окружающим. И пастор дает нам определение, что такое правосудие. Это способность давать такое определение людям, поступкам, вещам и событиям, которые дает им Бог. Правосудие – это такое отношение ко всем людям, вещам и событиям, которые соответствуют отношению Бога. Правосудие – это отведенное и указанное всему своего времени и своего места, отведенного и указанного Богом. Правосудие – это защита интересов Бога в отношении ко всему и со всем, с кем мы соприкасаемся. Правосудие – это вынесение справедливого суда в отношении награды за послушание законодательству Бога, а также справедливого суда за непослушание закона Бога в границах своей ответственности. Правосудие – это способность судить самого себя в соответствии законодательства Бога. И одним из условий для того, чтобы облечься в это правосудие, чтобы эти реки воды и живой могли течь в эту мантию правосудия, которая защищает и является святостью Бога, или же чтобы этот сильный поток правосудия мог течь из нашего сердца, как река живой воды, является независимой от наших возможностей, нашего интеллекта, сакральная и трансцендентная способность судить об уме Господнем. Еще раз условие для того, чтобы облечься в правосудие – это правая способность судить об уме Господнем. 1 Коринфянам 2,16 «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Невозможно вершить правду Божию, выраженную в правосудии, не обладая способностью судить об уме Господнем, а посему, исходя из смысла Писания. Первое – необходимо иметь ум Христов, чтобы затем уже с силою этого ума Христова познавать ум своего Небесного Отца. Второе – чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на условиях, которые предписал Бог в Писании. Третье – чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо отличать от возможностей своего интеллекта или же своего ума. И четвертое – чтобы судить об уме своего Небесного Отца, необходимо знать, каким образом и на каких условиях мы посредством ума Христова призваны проникать в ум своего Небесного Отца. И рассматривая отличия нашего ума от ума Христова, который мы призваны принимать в свое сердце в лице Слова Божия и Духа Святого, то есть ум Христова – это сочетание Слова Божия и Духа Святого, мы знаем, что согласно Писанию в теле каждого рожденного от Бога человека живут две личности – это новая и старая. Мы это очень хорошо и прекрасно знаем. Они постоянно противятся друг другу, игнорируют друг друга и враждуют друг с другом. И в связи с этим мы изучаем, по каким результатам мы можем испытать самих себя, что мы действительно задействуем для проникновения в ум своего Небесного Отца не свой ум, а ум Христов. Потому что попытка задействовать свой ум в толковании Писаний, в котором отражен ум нашего Небесного Отца, в Писании отражен, то есть Писание – это ум нашего Небесного Отца. И когда человек пытается толковать Писание своим умом, Бог называет это гордыня, в которой человек ставит в своем наравне с умом Божиим и навлекает на себя проклятие и смерть. Иезекииле 28, 2, 10. Так говорит Господь, за то, что вознеслось сердце Твое, и Ты, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум Твой наравне с умом Божиим, Ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных. Ибо Я сказал это, говорит Господь Бог. Это пророчество в силе, как никогда и сегодня. Учитывая же, что ум Христов не может находиться вне Христа, Которого в Духе человека представляет Слово Божие и Святой Дух, как мы сказали, то для сработы в своем Духе с этими двумя владычественными инстанциями Бога нам необходимо одновременно, с одной стороны, получить право и способность пребывать во Христе, а с другой усвоить, каким образом и на каких условиях дать возможность Христу пребывать в нас. Принимая во внимание, что такое покрытое непроницаемой тайной и слияние Бога с человеком призвано протекать в неукоснительных требованиях и условиях, которые установил Бог в Писании, в основании которых лежит договоренность, заключенная о взаимной ответственности между Богом и человеком защищать друг друга. И именно мы знаем, что когда при нашей сработе с двумя этими инстанциями Бога, Слово Божие и Духом Святым, мы помещаем себя в Христе, то Он берет на себя ответственность представлять нас в небесах, на земле и преисподней. Он ходатайствует за нас на небесах, Он защищает нас на земле, а также Он защищает нас от демонов ада, и наши имена становятся известными в преисподней. Когда же мы позволяем Христу в лице двух владычественных инстанций Бога поселиться в нашем духе, то уже не Он, а мы призваны представлять Его и нести ответственность, и защищать, и представлять интересы Христа. Христос в нас, мы во Христе, это жизнь Божия в нас, это то золото, тот золотой город, о котором мы слышим, та золотая улица, которая проходит посреди Иерусалима, это все, это мы, это невеста, которая приготовила себя для того, чтобы ей было дано облечься в этот весон чистый и светлый. Быть во Христе и Христос в нас, это одна из, как пастырь говорит, основополагающая истина. И я знаю, что многие из нас надеются, что все мы всегда рассматриваем себя и наших ближних, кто находится под нашей ответственностью во Христе Иисусе, потому что по-другому быть не может. Если мы смотрим на видимое, мы пожнем тление, нам надо смотреть, кто мы во Христе Иисусе. Я, когда услышу эту истину, для меня это является очень сильным утешением, приносит мне мир, когда только у меня дня нет, чтобы я не провозгласила, кто я и мой дом. Кем мы являемся во Христе Иисусе? Ну, чтобы это не стало, просто словами, которые нет смысла, мы сегодня поговорим об одном, только об одной части, об одной составляющей, во Христе Иисусе. Кто мы? Потому что пастор посвятил этому три служения. Я сегодня постараюсь в одной проповеди, то есть в одном служении, вам передать это, так как мы уже слышали, у нас есть это в наших сердцах, это очень большая информация, много определений, но это слово достойно принятие, оно истинно, и принятие достойно. Хорошо, во Христе Иисусе посредством дарованного нам помазания быть утвержденным во всех обетованиях Бога. 2 Коринфянам 1, 20, 21. Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем, аминь, в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами, во Христе и помазавший нас, есть Бог. Мы недавно совсем слышали, на позапрошлом, кажется, воскресенье, пастор Данил говорил за эти три пазла, за помазание апостолов, помазание наше и общее помазание. Но сегодня мы посмотрим на помазание, более близко подойдем к этой картине, посмотрим, выделим, то есть как пастор выделил, он очень, я думаю, то есть он все нам истины представляет, очень многообразно, многократно повторяет и показывает нам это бездна богатства, премудрости, ведения Божия. И я думаю, если бы у него была вся жизнь, он бы мог об одном этом и говорить, то есть, потому что это Божье Слово, это Божья премудрость, это Божий ум. Хорошо, утверждение – это некое юридическое подтверждение на право входить в наследие обетований Бога. И такое утверждение выражается в заключении Завета с Богом, в процессе которого Бог изливает на нас свое помазание, подтверждающее наше юридическое право на наследие Его обетований. А посему под утверждением подразумевается печать праведности, которая наносится на уже имеющийся документ праведности. В Писании такое утверждение называется обрезанием, которое служит знамением Завета между Богом и человеком, и получаем мы его в крещение водою. И мы, как я сказала, сегодня будем говорить именно о помазании. Первое весьма важное и судьбоносное заявление, на котором Святой Дух через апостола Павла в данном месте Писания делает ударение, так это на том, что все обетования, предназначенные и сосредоточенные Богом для нас во Христе Иисусе, могут нами быть приняты и освоены не иначе, как только через помазанных для этой цели святых, категории святых. «Ибо все обетования Божии во Христе Иисусе, да и в нем, аминь, в славу Божию, через нас», говорит апостол Павел. Через эту категорию людей, которые призваны, у которых есть помазание апостолов. Обратите внимание, что все обетования Божии могут стать нашими только через определенную категорию святых. Написано, что все обетования во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию, через нас. Это одна из сильных и сокрушительных истин для самозначимости и самозначности тех, кто полагает, что могут независимо от посредничества посланников Бога, святых людей, общаться с Богом, познавать Его и отличать свет от тьмы. И я бы хотела сказать, что это одна из ложных твердынь, которая, то есть если люди понимают, что им не нужны посланники Божии, у них ложные твердыния. Но я знаю, что все здесь сидящие, мы приняли посланника Божия в лице нашего пастыря, который передает нам эти истинные твердыни, которые мы устраиваем и слагаем в нашем сердце и храним их. И для того, чтобы заключить завет с Богом, то есть быть утвержденными, необходимо, чтобы нас кто-то крестил. А для того, чтобы сохранить этот завет, необходимо быть учеником и платить цену ученичества. И ценой такого ученичества является формат отношений между учеником и учителем, в котором учитель учит, а ученик не инспектирует, а принимает и пребывает в учении учителя. Также вообще все, что мы получаем, мы получаем через наставление в вере. Духа Святого тоже мы не можем просто получить. Апостол Павел пишет галатам, разве через дела закона вы получили Духа Святого, что вы обращаетесь к делам закона, мы Духа Святого, и все вообще, что мы получаем, мы получаем через наставление в вере. Мы получаем это через посланников Божиих. Хорошо. Второе помазание, дающее власть на утверждение всех обетований Божиих, призвано являть славу Божию. Ибо все обетования Божьи в нем дай аминь в славу Божию. Из чего следует, что помазание, проявляющееся во святых и через святых, выраженное в их правильных отношениях друг с другом, это является проявлением славы Божией. И, как мы помним, Иерусалим, который показал Бог Иоанну, когда он показал невесту Агнца, и показал Иерусалим, Вышний Иерусалим, который сходил от Бога, с неба. И первое, что мы слышали, он имел славу Божию. И это одна из тоже очень интересных истин, потому что пастор показал, в чем выражается эта слава Божия. Она не выражается в какой-то известности, в каком-то непонятном. Но слава Божия, он нам показал 12 составляющих, очень интересных. Нам надо эти истины опять повторять, повторять. Просто посмотреть, почему она утешает, потому что слава Божия, во-первых, это искупление, которое мы приняли. Если мы приняли, а мы приняли искупление, значит, мы имеем эту славу Божию. Если мы очищены от наших грехов в крови Иисуса Христа, мы имеем эту славу Божию. Если мы приняли Духа Святого как залог, мы имеем славу Божию. Поэтому, я говорю, меня это очень утешает, радует эти последние проповеди. Вообще, во всех проповедях у пастора всегда есть утешение, но эти последние проповеди, которые он говорит об, как угодить Богу, как приготовить себя, они очень уникальны, потому что мы стоим очень близко и хочется не потерять это драгоценное время и приготовить себя. Хорошо. Третье. Бог помазал всех святых без различия возраста и пола и независимо от их социального и должностного статуса. Утверждающая жена с вами во Христе и помазавшей нас на получение обетований есть Бог. Это говорит о том, что все святые помазаны. Такого, как мы знаем, не было в Старом Завете. В Старом Завете были помазаны, как мы слышали, только четыре категории святых. были это в первую очередь были помазаны прокаженные. Но только тогда, когда священник увидел, что они были исцелены от проказа, прокажения, но этого в Израиле, это было в законе, но вообще в Израиле такого никогда не случалось. Это было однажды с Неманом, но он не был израильтянин, так что ему не надо было идти и показываться священнику, чтобы он произвел над ним этот закон. Есть закон о прокаженном, который исцелился от прокажения, и тогда его помазывали елеем, точно так же, как помазывали священники. Значит, четыре категории, которые были помазаны, но это помазание должно быть у каждого из нас пастори нам сказал. Это прокаженные, это священники, пророки и цари. Это четыре формы помазания, которые мы должны иметь в себе. Помазание прокаженного – это когда Бог очищает нас от греха, от ветхого человека. Наличие ветхого человека в нас говорит о том, что мы прокаженные, но когда мы принимаем истину о крови Христовой, она очищает нас, и очищает она нас именно тогда, когда мы рождаем Мафуссала, то есть проконяем смерть через принятие истины или же обетования, то есть принимаемый, то есть приносит плод правы, правды, характер Христов, и тогда кровь Христа уничтожает грех, и только потом на это место наносится, наносился елей помазания. Вначале была кровь, потом елей. Во-первых, следует отметить, что помазание получает власть на право действовать в нас при одном условии, если мы будем ходить во свете, в котором ходит Бог, что позволяет нам иметь общение друг с другом. Псалом 132, 1-3 Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Во-вторых, помазание получает право на власть действовать в нас только после того, когда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. В-третьих, общение, в общении друг с другом в границах света, в которых ходит Бог. Я пропустила. Именно через общение друг с другом, которое происходит в границах света, в котором ходит Бог, мы имеем право на власть очищения от всякого греха. И тогда помазующая власть помазания начинает действовать в тех границах, в которых мы были очищены от греха. Если человек не разумеет, в каких границах света ходит Бог среди своего дома, в сердце человека, то он не может иметь ни очищения кровью, ни, разумеется, помазующей силы Святого Духа, которая действует, во-первых, в общении друг с другом, в границах света, в которых ходит Бог, и во-вторых, в границах, в которых кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. При этом следует разуметь, что помазание это ответственность, которая дается только на определенные сферы, сферы нашего бытия, а именно помазание Царя дается только для сферы обновленного ума, так как наш ум должен царствовать. Помазание священника дается только для поклонения в Духе и Истине, и помазание пророка дается только на способность отличать голос Святого Духа в своем сердце от голосов иных. Но, как пастор сказал, если у нас не будет помазания прокаженного, то следующие помазания мы не можем получить, потому что нам надо вначале признать, что у нас есть ветхий человек, этот царствующий грех, и когда мы осудим его законом и умрем законом для закона, только тогда мы получаем очищение кровью, и только тогда мы можем получить помазание священника, пророка и царя. Хорошо, четвертое, между помазанием апостола и между помазанием всех остальных членов церкви существует очень большая разница, и мы это уже хорошо знаем. Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Первое, Коринфянам 12, 4, 6. Это говорит о том, что все имеют различный род помазания. «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе» 1 Коринфянам 15, 41. Помазание – это слава Божия, это сияние благородной святости, и каждый имеет помазание определенного рода. Следующее утверждение в обетованиях для всех членов церкви, независимо от их ранга и положения, невозможно без сработы их помазания с помазанием апостолов. Ефесянам 4, 11, 13. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия у мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Чтобы нам прийти в меру полного возраста Христова, нам необходимо соработать с пятигранным служением. Следующее помазание апостолов заключается в роли учительства, выраженного в благовествовании Евангелия Христова в этой царской вести. И помазание всех членов церкви заключается в ученичестве, выраженном послушании и пребывании в учении апостолов. «Чтобы пребывать в учении апостолов, нам необходимо помазание. Если человек не имеет помазания, он не сможет пребывать в учении апостолов, потому что это учение идет от помазанного Богом человека, и для того, чтобы пребывать в нем, нужно быть помазанным. Говоря же о доле человека, предназначенной для него Богом в помазании, следует, что существует общее для всех предназначение помазания – это поиск Бога в определенном времени и пределах их обитания, или же нашего обитания. Деяние 17, 26, 27. От одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Как мы знаем, невозможно без помазания найти Бога. Это помазание дается на определенное время и в определенных пределах, для того, чтобы человек мог найти Бога и для этого, и для всех людей, приходящих в этот мир, как для верующих, так и для неверующих. Помазание – это назначение человека и его суверенное право выполнять свое предназначение, выраженное в поиске Бога. Так как помазание Бога – это посредническая и делегированная власть Бога, через которую Бог проявляет свою власть и свое управление над миром, то такое помазание дается, как мы уже увидели и услышали, как верующим, так и неверующим. Только это совершенно разного рода помазание, так как помазание – это власть. Я прочитаю Римлянам 13, 1, 7. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Здесь пастор привел пример. Так что полицейский на дороге – это помазанный Богом слуга, и ненавидеть его говорит о том, что мы противимся Богу. Когда мы начинаем спорить и входить в прерывание, то мы противимся Божией власти. Лучше представить это, что это Божий слуга, и смириться. И как Господь управит слугой своего, своего слуги – это уже его дело. Президент в стране, губернатор в штате, мэр в городе, начальник на работе, пастор в церкви, родители для детей, муж для жены – это все помазанная Богом власть. Так что нам это надо хорошо помнить. «Ибо начальствующий страшный не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. И меч, как мы знаем, как рассказал, никого не благословляет. Он Божий слуга, мститель наказания, делающему зло, и поэтому надо бы наповиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать, и платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. И, как мы знаем, помазание, данное верующим, коренным образом, отличается от помазания, данное неверующим. И как пастор имеет такой обычай или такой, то есть он открывает нам всегда природу и назначение, какой-то истины, о которой он говорит. В этом случае он здесь нам показал природу и назначение помазания, цену, которую нам надо заплатить, чтобы иметь это помазание, и в чем оно проявляется, и результаты, в чем оно, признаки этого помазания. Хорошо, вначале рассмотрим природу и назначение помазания. Помазание елеем – это делегированное посредничество Бога, через которое Бог участвует, управляет всеми сферами бытия. Форма посредничества в помазании является временной, и в вечности, в пределах нового неба и новой земли, она будет упразднена, она там уже не будет нужна, но до тех пор, пока мы здесь на земле, она будет. Первое Коринфянам, 15, 24, 28. «А затем конец, когда Сын предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему все Ему, да будет Бог все во всем». Это говорит о том, что на новом небе, на новой земле не будет посредников, не будет этого посредничества и этого помазания, оно там просто не будет нужно. Бог будет напрямую управлять, так как помазание – это посредничество между Богом и человеком. На новом небе, на новой земле, Писание говорит, будет упразднена всякая власть, и все во всем будет Бог. Там Ему не понадобится никто, чтобы с нами общаться. Он будет напрямую, но это только с той категории святых, которые сегодня приготовили себя для того, чтобы принять и облечься в этот весон чистый и светлый. Только с теми Бог будет общаться лицом к лицу. Потому стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это всю жизнь отдать, чтобы получить это. Как мы знаем, что остальные, которые придут позже, которые сегодня прохлаждаются, которые сегодня не хотят платить полную цену или которые имеют какую-то обиду, какой-то тайный грех. Им будет тяжело. Но если они заплатят потом эту цену, примут, то они будут ходить во свете Иерусалима. А мы напрямую будем видеть лицо нашего Небесного Отца. Именно поэтому, пока не будет упразднено время, помазание будет, помазание Бога будет проявляться в человеках, через человека во всех сферах человеческого бытия, чтобы посредством такого посредничества позволить Богу проникать, функционировать во всех сферах нашего бытия. Например, пища, которую мы вкушаем, чтобы могла быть усвоена нашим организмом, необходимо елей, помазание, жир. Этот жир, то есть это помазание, он является доставщиком, чтобы посадить в клеточке нашего тела пищу, которую мы едим. То есть наши клетки не воспримут ничего, если там не будет помазания. Это такой пример пастор привел. То есть везде есть, существует этот, мы видим по всему Писанию это разлито. Род, степень, силы и назначение помазания всегда будут зависеть от таких факторов. Первая – это степень помазания в человеке будет зависеть от рода и меры ответственности человека и направленности его призвания. Марка 13, 34-36. «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. И так бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома – вечером или в полдень, или в пене петухов, или поутру, потому что, чтобы придя, внезапно не нашел вас спящими. Как мы видим, у каждого свое дело и помазание дано, чтобы мы исполнили это конкретное дело». Нам часто хочется делать что-то другое, но не то, что нам говорят. То есть, если нам сказали, если это власть Божия для нас, это пусть будет то родители в доме, муж, начальник, пастырь. Когда нам говорят, и это не выходит из рамок Писания, нам надо это делать, и делать с любовью, и делать это с усердием. Все равно мы же делаем уже. Но вот какая разница, мы делаем это со злом, с таким недовольством, или уже сделать это дело достойно, чтобы Богу было приятно. И тому, что я чисто это к себе говорю. Мне сказали говорить, мне так было тяжело, я так хотела. Думаю, я что хотите сделаю, только, ну, зачем, ну, столько есть. А потом так сидела, и вот сегодня думаю, а почему бы не сделать это достойно? А также любое дело, которое нам, чтобы нам не сказали, нам всегда хочется делать что-то другое. Это человеческая натура, это человеческая природа такая. Хорошо. Степень помазания для святых будет зависеть от той меры, в которой человек будет помазан Богом. Чем глубже мы поздаем Бога, тем выше будет степень нашего помазания. Степень помазания будет зависеть от меры и разумения своего потенциала и своего предназначения. Потому очень важно рассматривать себя. Наш потенциал находится во Христе, и поэтому, когда мы рассматриваем, кто мы во Христе, у нас потенциал такой же, как и у Бога. Степень помазания будет зависеть от меры, в которой человек будет заработать с Богом в выполнении своего призвания. Насколько верно мы будем исполнять свое призвание, потому что мы будем получать награду за верность того служения, которое Бог нам вверил. И у каждого человека, начиная от маленьких детей, взрослых, преклонного возраста, у каждого у нас есть свое дело и свое предназначение. И от того, как верно мы будем это исполнять, Бог все видит, Он будет давать нам награду за это. Степень помазания будет зависеть от времени, в котором человек наделяется ответственностью и места, в пределах которого Он призван совершать свое предназначение. На иврите смысл, заключенный в слове помазанию, употребляется как отношение Бога к человеку, в котором Бог прежде сотворения человека предназначил посредством информационной программы, заключенной в помазании, отобразить в человеке свой образ и свое подобие. Помазание – это информационная программа Бога, которая заключается в предназначении человека, выраженное в Писании такими потрясающими словами. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над всею землею». Это говорит о том, что образ и подобие Бога в человеке сделает помазание Бога, которое будет в нем. Помазание будет делать образ и подобие Божие в нас. В помазании заложена природа, свойства и законодательства Бога, с одной стороны, выстраивающие отношения между нами и Богом, а с другой стороны, защищающие интересы этих возвышенных отношений. Другими словами говоря, помазание – это проявление Божьего отношения к человеку и проявление характера Божьего в человеке и через человека. В Писании «Илей», которое осуществляет помазание Божие, образно представляет союз или сочетание двух владычественных инстанций Бога в лице Слова Божия и Святого Духа, которые, как два крыла большого орла, уносящие жену в пустыню, как две маслины, как два свидетеля пред Богом, никогда не действуют в человеке отдельно друг от друга. «И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждаю человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал, я вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для Илея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это? «Господин мой». И ангел, говоривши со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне, «Так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Саваоф». Захария 4, 1, 6. В этом пророческом видении, видение церков представлено в золотом светильнике с семью лампадами. Две маслины, из которых в чашечку капает этот елей, это, как мы уже знаем, Слово Божие и Дух Святой. Семь золотых трубочек, по которым поступает елей из двух маслин в светильник, представляет пятигранное служение, которое является органической причастностью тела Христова. И эта мысль прослеживается в законе, пророках, псалмах и Евангелии, в котором Дух Святой через апостолов толкует и открывает суть этой мысли, которую Бог сохранял и к откровению последних времен. «Ангелу Ефесской Церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Откровение 2, 1. Это не значит, что у светильников семь, это не значит, что семь церквей, это значит, что просто церковь определяется числом семь. Семь – это образный статус церкви. «Тайна семи звезд, которые ты видел, десницы моей и семи золотых светильников, есть сия семь звезд, суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Откровение 1, 20. Помазание – это действие и проявление священного елея. Если не будет елея, светильник не будет гореть. Елея определяет и заключает в себе природу Бога, в то время как помазание этим елеем наделяет помазанного природой Бога и проявляет природу Бога. Помазание – это наследие Бога, предаваемое святым на условиях завещания, как дар благодати или как доля и судьба от Бога, которая включает в себя такие оттенки и грани. Помазание – это доля или судьба от Бога, это милость Божия, это дар благодати Божией, праведность Божия, мудрость Бога, власть Бога, сила Бога, слава Бога, святость Бога. Помазание, данное Богом для святых, это информационная программа, содержащая в себе образ и подобие Бога. Иеремия 31, 31, 33. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Обратите внимание, что Бог вкладывает в человека информационную программу, потому что законы — это информация. Так что помазание, данное Богом для святых, это информационная программа, содержащая в себе образ и подобие Бога. Ту истину, ту информацию, которую мы слышим сегодня, это то, что будет изменять нас. Ту информацию, которую мы поместим сегодня в свое сердце, поэтому очень-очень важно, что мы слушаем, что мы смотрим, в этом будем отображаться. Сегодня враг человеческий дух, душ очень хорошо поработал, и столько развлечений, столько игр, столько разных, лишь бы человека увлечь, и это очень легко. То есть человек не замечает, как он просто впустую проводит время. Все социальные, когда мы этот social media, то есть по-русски, как сказать, социальные сети, то есть когда мы общаемся не лицом к лицу, а вот таких, которые ничего не дают, сколько у нас там последователей, то есть какая вам разница, кто куда поехал, кто что сделал, кто что покушал, а это все берет драгоценное время от общения с Богом для того, чтобы приготовить себя. Да, есть близкий, то есть близкий круг друзей, которые, то есть это хорошо посмотреть, но когда у нас, представляете, у людей есть по тысяче людей, которые следуют за ними, вот если, то есть даже он по одной минутке посмотрит, что кто сделал, кто куда поехал, это только одна часть, не говоря уже какие игры, какие фильмы, какие книги, у каждого есть свое развлечение, и очень надо быть внимательным, что, к чему мы отдаем предпочтение, потому что это информация, то есть которую мы заложим, то есть законы этой информации, то слово, то истину, которую мы слышим, это информация, которую мы заложим в свое сердце, то есть почему пастор часто говорит, когда, то есть кто-то говорит, что что-то там, он говорит, вы самые счастливые люди, вы три раза приходите в церковь, у нас, то есть технология такая, что мы можем постоянно слушать и Слово Божие, и проповеди, которые, то есть пастор истолковывает, цветы повторяют, поливают, столько богатой информации, столько истины, поэтому, когда человек полюбит это, он не захочет ничего другого. Хорошо, помазание, дано Богом для святых, это информационная программа, содержащая в себе инфраструктуру Царства Божия. Царство Небесное, подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Матфея 13, 31, 32. Имеется в виду, что помазание дается в виде горчичного зерна, как и все, что Бог нам дает, Он дает нам в виде семени, которое надо посеять, которое надо поливать, которое надо взращивать, охранять. И, конечно же, люди хотят иметь откровение Божие, но не хотят трудиться, не хотят затрачивать это время. Помазание, данное Богом для святых, находится во Христе и исходит от Христа. Колоссянам 2, 10. «И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Так как помазание – это делегированная власть Бога, то во главе этой посреднической власти стоит Христос. Он является главой всех посредников, и Он тоже посредник». Интересно, как мы уже, то есть я повторяюсь, что на новом небе, на новой земле этого посредничества не будет, оно дано здесь во времени. Помазание, данное Богом для святых, выражается в личности Святого Духа. Деяние 10, 37, 38. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Каким образом Бог был с Иисусом? Через Святой Дух, через этот елей, через это помазание. Если Иисусу надо было, чтобы пребывать с Небесным Отцом, это помазание, Дух Святой, то, естественно, мы не можем без Него обойтиться и общаться напрямую с Богом, как некоторые считают, что они это могут делать. «Помазание, данное Богом для святых, выражается в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Марка 1, 22. «И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Видите, народ, когда слышал учение, и когда слушал Христа, простой народ, Он сразу различал, что этот человек помазанный Богом. Он не так учит, как книжники и фарисеи, Он учил, как власть имеющий, то есть Он учил, имеющий помазание от Бога. Помазание, данное Богом для каждого человека в Поднебесной, это дар Божий. «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться трудов своих, то это дар Божий». Екклесиаст 1, 5, 18. Мы знаем, что многие люди имеют богатство, но не имеют власти пользоваться этим богатством. «Помазание, данное Богом для каждого человека в Поднебесной, выражается во власти его языка». Притча 18, 22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Помазание, данное Богом для святых, выражается в радости полного спасения. Радость спасения происходит от помазания. Это не эмоция, это дисциплина ума и сердца, как мы знаем. Евреям 1, 9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя Божий Бог Твой елеем радости боли соучастников Твоих». Это говорится о Христе, а также о тех, кто во Христе. «Помазание Божие выражается в благовествовании нищим, в исцелении сокрушенных сердцем, в освобождении пленных, в прозрении слепых и в отпускании измоченных на свободу». Луки 4, 18. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измоченных на свободу». Хорошо, теперь перейдем к назначению помазания. Главной сутью всей многофункциональности и многозначности помазания – это наделение святого человека властью на получение всех обетований Божиих. Значит, назначение помазания – это получить те обетования Божие. И, как мы знаем, то есть главное обетование – это обличение в нового человека. Это чтобы наше рукотворное тело было поглощено нерукотворным. Нерукотворное тело – это наш новый человек, который родился от слова истины. И теперь от той информации, от того благословимого слова, которое мы слышим, он будет наполняться и возрастать. И как мы хотим, чтобы он возрастал, кого он преображался, и как мы будем питать – это уже наша ответственность. Хорошо, значит, мы поняли, что назначение помазания – это чтобы получили все обетования. Все остальные обетования, их очень много, и нам надо все. Они все нам нужны. Без них мы не получим ничего. То есть они все, все другие обетования обслуживают, как пастор говорит, это главное обетование – обличение в нового человека. Хорошо, помазать – это возлить елей, натирать елеем, пропитывать елеем или погрузить в елей, питать елеем, умощать елеем, лечить или исцелять елеем, защищать елеем, украшать елеем. И оно все это… То есть есть местописание, если вы захотите прослушать эти три пасторя проповеди, в конце будет показано. Они очень интересные. Я просто дам, то есть говорю определение и кое-какие, чтобы мы просто увидели, вспомнили те истины, которые очень важны, они стоят в основании. Помазать – это посвятить на должность, посвятить Богу в Назарее, передать полномочия власти, делегировать полномочия власти, наделить властью, облечь властью, доверить власть, наградить властью. Назначение помазания призвано давать власть человекам, во-первых, быть чадами Божиими. Иоанна 1, 12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Следующее назначение помазания в детях Божиих призвано служить протоколом в отношениях Бога с человеком. Помазание через святых делает известно и начальственным властям на небесах многодоразличную премудрость Божию. Назначение помазания во Христе Иисусе призвано производить суд. Назначение помазания призвано являть свою власть на земле в прощении грехов. Это одна из очень важных истин. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тут сейчас встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видели». Марка 2, 10-12. Теперь Иоанна 20, 20-23. Иисус же сказал им вторично, своим ученикам, своим апостолам, «Мир вам, как посылал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, Дунул и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Пока мы здесь на земле, мы должны помнить, что никому грехи не прощаются напрямую без посредника Божия. Это очень важная истина. То есть человек не может просто так или кому попало другу, подружке исповедоваться. То есть есть посланные Богом люди, которым Бог дал власть. Он помазал их для этого. И чтобы не нести эту тяжесть вины и не ходить под этим, это очень легко. Бог рассматривает этих людей победителями. Это весь… Все небеса радуются, когда человек кается и приходит, исповедует свой грех и освобождается. У него просто появятся крылья. Иногда человек долго несет. Потому что дьявол шепчет, что это стыдно, что это кто что подумает, но помните эту истину, что это только победители. Только победители могут это сделать. Поэтому сразу помните, что это не голос Бога, это голос дьявола, когда он говорит, когда мы согрешаем, у нас есть ходатай Иисус Христос. Мы можем приходить, но он послал своих апостолов, своих посланников, которым передал эту власть, и только они могут простить и провозгласить прощение и помолиться, и тогда мы пойдем с миром. Хорошо. Назначение помазания призвано являть свою власть на земле в исцелениях и в изгнаниях бесов. Назначение помазания призвано защищать статус власти Божией в человеке через увещание и обличение. Назначение помазания призвано участвовать в потере и обретении своей души. А также назначение помазания в человеках Божьих призвано участвовать во владении царством над всеми народами. Хорошо, давайте посмотрим на цену помазания. Поставленные Богом условия это та цена, которую необходимо заплатить за помазанием елеем. Потому что благодаря помазанию наш светильник может гореть пред Богом и только благодаря его горению, за счет этого елея в светильнике мы можем иметь отношение с Богом и таким образом исполнять свое предназначение, свое призвание. Каким бы образом ни согрешал человек до тех пор, пока светильник в храме горел, Бог продолжал общаться с человеком и имел отношение к нему, а человек через этот горящий светильник имеет отношение с Богом. Пока светильник горит, Бог может делать свое дело, Он может заменять, поставлять, лечить, упразднять и взращивать как отдельного человека, так и всю церковь. Потому отсутствие елея в светильнике, который является жизнью нашего нового человека во Христе, это смерть или трагический и необратимый разрыв отношений с Богом. Если светильник однажды погаснет, его зажечь уже никогда не будет возможно. Он зажигается один раз в жизни, и если гаснет, то тоже навсегда. И пастор говорит, у людей, у которых погас светильник, это демоны во плоти. Страшное. И самое страшное, что такие демоны остаются в церкви. Есть люди в церкви, он говорит, у которых светильник погас, и они никуда не уходят. Это ужасное явление для церкви. Потому что там, где погас Божий огонь, зажигается демонический огонь религиозный, который, то есть, они уже не различают, но по милости Божией у нас горит светильник, у нас есть помазанник Божий, который является этим светильником, и мы благословенны и счастливы, что имеем это. Елей является жизнью Бога в светильнике человека, и только благодаря елею в наших светильниках мы можем быть посвященными Богу, и, разумеется, только благодаря елею мы можем обладать помазанием, выраженным во власти, чтобы исполнять свое предназначение, которое выражается в правильных отношениях с Богом, в правильных отношениях с делегированной властью Бога, в правильных отношениях друг с другом в церкви, в правильном отношении к земле, к миру, к дьяволу, и в правильных отношениях ко всем обетованиям Бога. Нельзя заменять Бога на Его обетование. Мы ищем Бога и находим в Боге все, что Он обещал нам, все обетования. Так что обетования не должны становиться целью, а Бог. Назначение помазания – это не только проявление жизни Божией в нашем духе, но и официальный протокол, который установил Бог во взаимоотношениях между собой и человеком. Учитывая, что помазание в человеке – это, с одной стороны, предназначение человека, с другой – с уверенной правой выполнять свое предназначение, выраженное в поисках Бога, цена помазания для детей Божьих представлена в откровении определенного времени и определенного места, в котором человек может найти Бога и открыть свой потенциал. Если человек не будет понимать места и времени, он никогда не выполнит своего предназначения и в конечном итоге его светильник погаснет. Потому что только там он сможет приобрести жизнь или же елей для своего светильника и поддерживать эту жизнь. Светильник постоянно должен был гореть в храме. И, как мы знаем, этим местом является Церковь Иисуса Христа, это тело Иисуса Христа, главой которого он является. «Когда мы не находимся или оставляем место, назначенное для нас Богом, мы становимся нечистыми в очах Бога, в силу чего мы теряем не только утешение во Христе Иисусе, которому ведет нас помазание, но, ко всему прочему, мы обрекаем себя на жестокое разорение». Михея 2, 10. «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть места покоя, за нечистоту она будет разорена и при том жестоким разорением. Если человек пренебрег своим достоинством и оставил свое место, истинное помазание Божие оставит его, и он лишится Божьей силы». Езекель 28, 14, 15. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был, как мы видим, что это уже в прошедшей форме, это все здесь говорится о херувиме осеняющем, что он был таким, но он оставил свое место. И третья часть ангелов оставили свое место, и сегодня они сберегаются, они на день суда и погибели. И все эти нечестивые люди, которые оставили свое место, они также сберегаются на день суда и погибели вместе с дьяволом и ангелами его. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней, Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего доколе не нашлось в тебе беззакония». И это в беззаконии выражается, одно из беззаконий, это оставление своего места, своего предназначения, того, на что нас Бог помазал, когда мы оставляем это, это очень опасно. «Сила, которой помазуются святые, является проявлением Святого Духа или проявлением власти помазания. Это происходит, когда спасенный человек принимает Святой Дух. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Деяние 1.8. Определять, где в духовном измерении заканчивается грань детства и начинается вхождение в совершенные лета, когда посредством помазующей силы Святого Духа мы можем обретать гарантии на вхождение в предназначенное для нас наследие, выраженное во всех обетованиях Бога, мы можем лишь тогда, когда выполним определенные юридические условия, назначенные Богом. И так как число 5 является символическим числом власти, то пастор привел 5 условий, связанных со временем и местом, выполнение которых будет являться ценой для получения помазания, которое будет служить для нас гарантией и утверждением на обладание всех обетований Божиих. Первое – это заключение завета с Богом, без которого, несмотря на то, что мы родились от Бога и являемся уже детьми Божиими, обладаем властью бы детьми Божиими, мы не получим утверждения ни на одно обетование. До завета с Богом, до крещения водою, мы уже дети Божии и оправданные, но первое, что нужно, чтобы получить доступ к своему наследию, это заключение с Богом, договора на условиях Бога. Второе – это исполнение Святым Духом, в котором мы ставим себя в зависимость от Святого Духа. Третье – это следование за Святым Духом в пустыню для искушения от дьявола или же для победы над дьяволом. Четвертое – это потеря своей души в смерти Господа Иисуса и обретение ее вновь в Его воскресение. И пятое – это место, на котором Бог производит все свои юридические контракты с человеком. И этим местом, как мы знаем, является Церковь Иисуса Христа. Только исполнив эти условия, связанные с определением времени и местом, человек может обрести внутреннее утешение и покой в Боге, который будет результатом, исходящим от утверждения всех обетований Бога. И Иисус Христос является этим эталоном, которым исполнил эти пять условий. Луки 4, 1-14. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. И, окончив все искушения, дьявол отошел от Него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. В этом месте Псани мы можем увидеть все этих пять шагов. Человек, не считающий с определенным временем местом, обрек себя на вечное пребывание в озере Огненном. Находиться во Христе означает быть записанным в книгу жизни, которая образно символизирует Христа, который является главой церкви. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Почему? Очень важно поместить себя во Христа и знать, как это сделать. Хорошо, давайте посмотрим на признаки помазания. Признаки помазания во владении Паса приводит в 12 фразах «Быть помазанным» на иврите означает «обладать силой, обладать всеружием Божиим, владеть самим собою, владеть доброю землею, владеть миром Божиим, владеть тростью Песца, владеть святою горою Бога, владеть своими врагами, владеть народами, владеть всякою плотью, владеть Израилем, владеть освящением храма». Это те признаки, когда мы будем этим владеть, это признак того, что мы помазаны, что мы вышли из младенчества и по этим признакам можем увидеть первый признак помазания во владении силой Бога проверяется по степени и мере имеющейся радости. «Так как род радости, заключенный в помазании, это выражение одной из идентифицирующих характеристик силы Божией. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божий Бог Твой, или радости боли и соучастников Твоих?» Евреям 1, 10. Речь идет о Христе и о тех, кто во Христе. Второе признак помазания во владении всеружием Божиим проверяется по способности творить молитву, благоугодную Богу. Ефесянам 6, 18-19. «Всякую молитву и упрощение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самым, о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне было дано слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Здесь до этого говорится «все оружие Божие выше этого места». И все оружие Божие находится и проявляет себя через молитву. То есть, если мы творим молитву, если у нас есть отсюда наперстник, молитву творим по Слову Божию, то мы обладаем этим всеружием Божиим и мы можем видеть признак, что мы помазаны Богом. «Признак помазания во владении самим собою проверяется по мере нашей способности обуздывать свои уста. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Иакова 3, 2. «Если мы обуздываем свои уста, то мы можем господствовать и обуздать все свои похоти, страсти и свое тело и поставить пределы и упразднить закон греха и смерти». Притча 16, 32. «Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города». Признак помазания выражается «долготерпение». Когда мы можем сдерживать свой язык, свои уста, свой гнев, когда нам хочется что-то сказать, мы можем сдержать это. То есть это не грех, когда приходит гнев, но нельзя его выражать, потому что потом будет много бед. То есть это мы можем сделать только с Духом Святым. Дух Святой, Он поможет нам сдерживать уста. Признак помазания во владение добрую землею проверяется по заключению и сохранению завета между Богом и человеком. «И сказал Господь Авраму, «Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Как нам узнать, что мы будем владеть землею?» И здесь я не буду все зачитывать. То есть потому, что мы заключили завет с Богом, мы можем знать, это свидетельство того, что мы будем владеть землею, или же уже владеем нашей землею, так как мы уже заключили завет с Богом, мы с Ним в завете. И земля нам дается для одной цели, чтобы мы посеяли там семена, взрастили и принесли плод правды, или же взрастили характер Христов. И здесь под землею имеется в виду владеть своим духом. Притча 25-28. «Что город разрушен и без стен, то человек, не владеющий духом своим». Владеть не всегда, пастор говорит, это господство, здесь говорится о владении, то есть мы владеем духом святым, это, то есть мы, мы имеем его, мы с ним в близком общении. Здесь об этом говорится, то есть владеть духом святым. Это не господство духом святым, а владеть, то есть владеть. Мы сейчас дальше еще увидим. «Делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь, склятвою, обещал отцам твоим». Если у нас нету связи с нашими отцами, то, как мы видим, земля дана отцам, и если только мы имеем связь с отцами, оно передается по наследству. Признак помазания во владению тростью песца это следующее, и он проверяется по причастности к доле завулона. Судьба всех двенадцати патриархов является и нашей судьбой. От Ефрейма пришли укоренившиеся в земле Амалика, за тобою Вениамин, среди народа твоего, от Махира шли начальники и от заволона владеющие тростью песца. Владеть тростью песца это записывать на скрижалях своего сердца заповеди Божии. И тогда мы можем ставить границы, что нам можно, что нельзя, тогда мы сможем, то есть владеть тростью песца это владеть собою и, то есть, когда мы записали эти заповеди в своем сердце, тогда мы сможем ставить все границы, что мы можем много иногда себе позволить, но, или же у нас есть возможность позволить, а мы можем сказать себе на сегодня ты туда не пойдешь или ты будешь делать это, то есть быть завулон, его означает князь, пластитель, и мы, как мы знаем, это князь, это владеющий конем, владеющим своим телом, своими, своими желаниями. Следующий признак помазания во владение святой горою Бога и проверяется он по выражению имеющейся надежды на Бога. Это надежда, которая является нашим основанием. Если у нас есть надежда, это значит, что мы владеем святой горою. Эта гора является церковь Бога Всевышнего и мы являемся этой частью. Хорошо, я на этом остановлюсь, так как наше время стекло и кто хочет прослушать, это были проповеди, сказанные нашим пастырем в июне 12-го года, июнь и июль. Значит, мы сегодня говорили о помазании и это помазание очень важно для того, чтобы взять обетование Божие. Мы утверждены, написано все обетования во Христе Иисусе да и аминь, славу Божию через нас. И это помазание, которое дано нам для того, чтобы то есть мы должны то есть мы уже знаем эти все истины очень хорошо. И мы благословенные Богом люди, чтобы то есть проповедь называлась реки воды живой. И поэтому, чтобы эта река воды живой текла от нашего престола, который является престолом Бога и Агнца, этот престол находится в трех измерениях. Он находится в нашем сердце, в нашем обновленном мышлении и в наших устах. Это один престол, но так как мы находимся в трех, то есть мы состоим из трех составляющих дух, душа и тело, у нас должен быть престол в нашем духе. Это наша чистая, очищенная совесть от мертвых дел, от всех традиций, от всех мертвых дел. Туда должно быть внесено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Потом мы тем обновляем свое мышление и обновленный ум является также престолом Божиим. Когда мы начинаем исповедовать эти слова, это та река жизни, которая начинает течь в нашем естестве. То есть каждый из нас является этим храмом, если мы причастники к этому храму, к телу Христову. И поэтому, чтобы эта вода, этот поток тек, нам надо, чтобы эта река жизни текла. Одной из составляющих было, нам надо, или уже условие было, чтобы различать и не ставить свой ум наравне с умом и с умом Божиим и отличать, обновлять свой ум и быть во Христе. Поэтому да благословит нас Бог. Будем молиться. Аминь. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту прекрасную возможность быть на месте, на месте, на котором Ты положил память имени Своего, на месте, на котором Ты не раз поднимал нас, на месте, на котором Ты исцелял нас и продолжаешь производить свою работу в нас. Мы благодарим Тебя за Твой елей, который течет с этого места и наполняет наш светильник, чтобы он весело и ярко горел. Я благодарю Тебя за этот сильный поток, который течет сегодня и несет жизнь для всего нашего естества. Я благодарю Тебя за победу над царствующим грехом в нашем искупленном Тобою теле. Я благодарю Тебя за эту чудную победу, которую Ты совершил. Я благодарю Тебя за прекрасную возможность быть во Христе. Ты – наше прибежище. Мы можем прятаться туда от всех врагов. Ты – покров наш, ищит нас наш. На слово Твое уповаем. Благодарим Тебя, Господь, что Ты в нас, а мы в Тебе. И во Христе Иисусе мы утверждены и помазаны на царство в нашем теле. Мы утверждены и помазаны во Христе Иисусе на получение всех Твоих обетований, всех Твоих обещаний, которые Ты обещал в Слове Твоем. Ты дал нам наследие эту обещанную нам землю, и она стала землею израильскую, потому что Ты садил нас победителями. Я благодарю Тебя, что Ты сегодня открываешь эти истины, истинные твердыни, которые мы можем слаживать в нашем сердце. Я благодарю Тебя за Твои законы, которые не являются тяжкими для нас, ибо иго Твое благо и бремя Твое легко. Мы сегодня с радостью берем его и в завете с Тобою, вместе с Тобою можем нести его и идти навстречу к нашему небесному Отцу. Мы ждем, Господь, этого момента, и Твоя церковь приготовила себя, мы приготовили себя, и Ты дал нам облечься в весон чистый и светлый, в эту праведность, в Твой характер. Мы благодарим Тебя за эту прекрасную привилегию быть Твоей невестой. Я благодарю Тебя, что во Христе Иисусе Ты дал нам гарантии на восхищение, и мы смотрим на невидимое и отгоняем всякие мысли дьявола, которые приносят нам, что, может, мы не успеем. Если Ты дал нам это Слово, Ты дал нам силу зачать, Ты дашь нам силу и родить. Я благодарю Тебя, что Ты даешь нам помазание различать, отличать Твое Слово, Твоего помазанника от лжи, лжи пророков. И мы сегодня, Господь, благодарим Тебя за нашего пастыря. Да будет Он помазан елеем радости. Да будет Он, Господь, исполнен всею силой и Твоею. Я благодарю Тебя за силу премудрости и разумения, которые на Нем. Я благодарю Тебя за те реки воды живые, которые текут от Него к нам, и мы можем наполнять наш светильник, чтобы он ярко и весело горел. Мы благодарим Тебя за исцеление Его и всех святых, которые находятся в теле Твоем, которые нуждаются сегодня в Твоем исцелении. Через это помазание Ты сегодня, Господь, исцеляешь, восстанавливаешь, воскрешаешь. Я благодарю Тебя за Твое действие. Ты это делаешь, Господь. И мы радуемся, мы видим, мы смотрим глазами, Господь, Твоими. Мы смотрим на невидимое, которое еще невидимое в этом времени, но мы видим Его очами веры. Мы смотрим Твоими очами и благодарим Тебя, Господь, за исцеление, за восстановление. Мы благодарим Тебя за скорую встречу с Тобою. Ей, гряди, Господи Иисусе. И дух и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди. Мы ждем Тебя. Да будет милость Твоя, Господь, над народом Твоим, частью которого по Твоей великой милости являюсь я. Я преклоняюсь, Господь, пред Тобою и благодарю Тебя за Твою милость, за Твою благость. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущим же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Аминь.